приветствую тебя зритель меня зовут деквин я автор блог казуального геймера и сегодня я хотел бы поговорить о том почему успех перезапуска классической версии так важен для франшизы warcraft в целом за последние пару лет сообществе игроков вау возникла новая холиварная тема актуал против классики если раньше все было довольно просто есть пиратки есть актуальная версия от производителя то сейчас есть официальная классика и это многое меняет я уже давно в этих ваших интернетах и участие в холиварах считаю откровенно бесполезным занятием во всей этой сетевой возне но в этом случае все же хочу ставить свои пять копеек если оставить сторону откровенных хейтеров и троллей то странно наблюдать как сторонники классики актуалу убеждают друг друга что их игра правильная оппонента дерьмо говорят что на евро и us эти споры не так горячи но если забраться в любую тему по классике на нуб клубе то там этого добра выше крыши читая эти трэды диву даешься насколько некоторые вообще забывают о логике и здравом смысле лишь бы доказать свою правоту если посмотреть на вопрос прагматично то очевидно что от успеха ванилы выиграют все и сами ванильщики актуальщики и конечно же blizzard почему так придется побыть капитаном очевидность короткое объяснение простое выход от официальной ванилы сработает на удержание привлечения аудитории что в конечном итоге скажется позитивно на общем состоянии франшизы варкрафт ну а теперь детали тем кто не в курсе или кто вообще не понял что к чему объясню почему blizzard вообще взялись за перезапуск ванилы все очень просто онлайн актуальной версии неуклонно падает уже почти 10 лет несколько лет назад blizzard вообще перестали давать официальное количество активных подписчиков это факт за счет кого можно спасти положение есть три категории игроков первая категория это ветераны которые играли в ванилу может бк и давно ушли но у которых остались хорошие воспоминания и они не прочь вернуться кстати случай с warcraft 3 reforged из той же оперы в чем речь идет не только об игре но и о тех с кем люди делили игровой опыт недаром на форумах запустили темы поиска тех с кем играли когда-то на старте проекта потому как ммо это не только контент и геймплей но и что очень важно люди вторая категория игроки пираток это активные ребята которые тусят на серверах разной степени глючности скорее всего часть из них будет не прочь перейти на офф как много их будет вспомните носталь риуса историю с его закрытием 200 тысяч человек подписавших петицию это уже рынок конечно далеко не все захотят платить но тем не менее кстати и не думаю что blizzard не знали о том что пиратские сервера это большая аудитория вообще я всегда подозревал что слив альфа версии клиентов сеть запустил вирусный маркетинг игры принимая людей в гильдии очень часто слышал что первое знакомство свал состоялась именно через пиратский сервер то что там рекрута я сам принял окончательное решение купить официальную игру после того как попробовал пиратку то есть до определенного времени момента пиратские сервера выполняли роль рекламных площадок и только наиболее выдающиеся такие как nostalrius близ и закрывали причем я думаю что тут не последнюю роль играл факт качества глючные пиратки приводили игрока к мысли что лучше все-таки нормальный продукт а зачем уходить на офф если пиратка не глючит третья категория это активные игроки актуала которым не зашло бы фа в общем и 82 в частности blizzard в общем-то правильно выбрали время для запуска ваниль и вторая половина текущего дополнения цикле актуальной игры это обычно начало массового оттока игроков да и 82 получился не таким уж убойным каким должен был патч который blizzard выпускает ближе ко второму году дополнения поэтому многие игроки актуальной версии скорее всего пойдут хотя бы на посмотреть скорее всего это будут опять же ветераны которые начинали в ваниль и бока так вот все довольно просто чем больше людей придут и останутся на официальной классике тем лучше переиздание классики удержит часть аудитории привлечет новую что в конечном итоге один сплошный плюс насколько много их будет вопрос второй но однозначно такие будут разработчик получает деньги подписчиков на которые можно дальше развивать франшизу варкрафт я повторю франшизу они просто новый контент для актуальной версии вова свежая кровь из числа ветеранов любителей пираток и новичков да да есть и такие получат возможность поиграть действительно классическую игру вполне возможно что они решат попробовать и актуальную версию игроки из актуала которым тот не понравился могут перекантоваться старой версии азероту до выхода следующего дополнения поэтому мнение типа скорее бы ванила загнулась я считаю глупыми вы хотите чтобы актуальный вов прирастал удачными дополнениями типа легион вы хотите чтобы франшиза варкрафт жила и развивалась они тухла как некоторые другие вы хотите иметь альтернативный вов если тот который вы играете наскучил тогда пожелайте классики удачного рестарта вот и все что я милом сообщить если у вас есть что добавить оставляйте комментарии если вы хотите возразить опять же оставляйте комментарии если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал следующие следующие ссылки на соборе я думаю надо сходить кандуину жалю лука все глазики мы будем ходить потом часто ему это зачем вот этому маленькому человеку поклониться сказать не волнуйся мы на батарео за рулем рады растукануть наоньку 5 до участок не будут все это скажем так обнову тереться там уже часть побежала не туда я предлагал собору макандрину либо к монастырю ну ладно понятно короче сейчас будут издеваться на данный кси давайте кандуину а потом к монастырю а потом это парк там кто-то предлагал считаете андуина наверное никто не вспомнит я правильно понимаешь судя по нашему сумасшествию монастырь это скарлет который один афучат лордур у нас ломать выучить еще блин не забыть бы я смотрю по этой столице отчеты я никого вообще никого не вижу так и мастером а потом бегу ну несколько человек сюда прибежала просто люди то пока еще качаются нам просто слой отдельный ну видимо дарь его сажали условия не упал на красавцы чем мы так и будем качаться вот этот шкет наш король